Привет всем! В те седни, которые прошли, или какое-то время, которое прошло сейчас между этими двумя записями, я пытался прийти к определенному знаменателю, как я для себя буду изучать то, что я хочу привести в порядок, и создать структуру и скелет того, как я учусь и к чему я должен прийти. То есть, в принципе, как я уже сказал, у меня очень много разбросанных знаний по разным предметам, и я хочу их упорядочить, упорядочевать. Начали мы с того, что я бы хотел посвятить эти маленькие беседы памяти Раф Каплана. И я подумал сразу, что почему бы не сделать всю эту структуру, основываясь на его жизни, но специально основываясь на том, что он написал, потому что он написал 60 книг. 60 книг в различное время, с различными интеншн, с различными системами знания, и с различными связами с Всевышним. Поэтому, если мы бы пошли по этим 60 книгам, мы бы пойдем в какой-то степени, потому что для меня это очень важно, посмотреть, как я пришел к тому, куда я пришел, и что для меня самое главное. Я бы пошел по этим книгам, и это было бы долго и упорно. Что-то не клеилось. Я подумал, может быть, надо пойти по системе образования в Даосском или Зен-университете, потому что мы хотим говорить о медитации, мы хотим говорить о внутреннем мире человека, мы хотим говорить о том, как развиваться. И в университетах Востока, в принципе, все создано для того, чтобы человек внутренне развивался. И я решил, что это будет преждевременно. Я подумал, что, может быть, просто говорить о чем-то. Но это тоже нехорошо, потому что нужна какая-то структура. И вот мне повезло. В этот шаббат меня вызвали к Тори, мне дали часть недельной главы. И в этой недельной главы как раз было описание самого интересного момента в еврейской жизни. Это Аврахам, Аврам в тот момент делает соглашение, мирное соглашение со Всевышним. И как он это делает? И что с ним происходит? Во-первых, он берет животных и разделяет их на две части. Он берет голубя и, я даже не знаю, как перевести. Total Dove and Dove. Окей, то есть голубя и, наверное, большого голубя. Оставляет их в живых, не разделяет их на части. И ставит их по сторонам этого параллелепипеда, который он создал. И он проходит через это. То есть Тора не говорит, что он проходит через это. Тора говорит, что потом огонь Всевышнего проходит через это. Для чего это надо было? Для того, чтобы надо было создать слияние себя со Всевышним. Но для чего нам это надо знать? Потому что мы называем это завет двух противоположностей. Мы проходим между плюсом и минусом. Мы становимся ядром, у которого с одной стороны позитроны, с другой стороны электроны. Негативные и позитивные заряды. А мы посередине. Почему мы посередине? Потому что мы уравновешиваем всю структуру мира. И когда мы уравновешиваем всю структуру мира, и мы уравновешиваем две половины мозга, и две половины тела, и две половины лица, и две половины всего, мы начинаем создавать луч, колонну, которая связывает землю и небо, и которая идет внутри нас, и которая создает внутренний мир для нас. Если кто-то знает и помнит, что внутри первого и второго храма были херувимы, и Бог говорил между ними, а между ними была пустота. В эту пустоту мы уходим. Когда входили в храм, стояли две колонны, огромные колонны по двум сторонам храма. Мы входили в пустоту. Все медитативное искусство Востока это вход в пустоту. Пустоту мозга, пустоту души, пустоту тела. Убирание тела, убирание мозга, убирание всего, что мешает увидеть что-то внутреннее, что-то возвышенное. И в этой главе говорится следующее, что Всевышний сначала пришел к Аврааму в визжен, в видение, а потом он его послал в глубокий сон, медитативный сон, в котором он говорил с ним. Субтитры создавал DimaTorzok